Детское радио представляет Сказки народов мира Сны Карлова моста Чешские сказки В столице Чехии, древней Праге, стоит Карлов мост, что соединяет берега своенравной реки Волтавы, таинственный старый город и величественный Пражский град. По ночам, когда стихают шаги, уставшая за день Волтава усмиряет бег своих бурных вод, а в небе появляется желтая луна, мост засыпает. И снятся ему удивительные сны. Вот один из них. Сказка о юноше, который не боялся привидений. Жил в чешской деревушке Варшавицежил крестьянин по имени Иржи. Надумал как-то Иржи в жаркий денек в речке искупаться. Подошел к берегу, смотрит, а в воде девочка тонет. Вытащил Иржи ее на берег. Кто ты и откуда? Спрашивает Иржи. Зовут меня Верунка, и я дочь знатного пана. Отец тебя за мое спасение точно наградит. Как узнал знатный пан о случившемся, тут же примчался. За спасение дочки проси, чего тебе надобно. Может, коня с какового хочешь? Или кафтан богатый? От доми с крыши, пан, я мечтаю, ответил Иржи. Раньше в чешских городах не было ни названий улиц, ни номеров домов. У домов были названия. Например, дом у трех страусов, дом у черного солнца, как говорится в пословице, в гостях хорошо, а дом и лучше. И чехи так считают. Ладно, кивнул пан. Есть у меня один дом на примете. Но часть денег все же придется заплатить. Накопи за полгода тысячу золотых, да дай мне. Обрадовался Иржи, а соседи только головами качают. Гиблое место, ох, гиблое. Живет в том доме призрак старого пьянчушки Владыка, который дом тот в карты проиграл. Ну и что думает Иржи? Зато крыша над головой будет. Ударили они с паном по рукам и пошел Иржи в новый дом жить. Настала ночь. Вдруг так загрохотало, будто война началась. Посуда летает, стулья пляшут, двери хлопают. Взял Иржи кочергу, да как начал ей размахивать. Уходи, привидение! Не боюсь я тебя! Закричал Иржи. И вдруг все успокоилось. Привидение. Страшидо. Дом с привидениями. Страшидо нидун. Столица Чехии, Прага, богата легендами о привидениях. Видели тут и бородатую даму, и великана голема, и мастера-часовщика. Ну а может это просто фантазии? Кто знает? Тоже повторилось и на вторую ночь. И на третью, на четвертую, как полночь пробило, вышел Иржи во двор. Смотрит, на лавочке сидит старичок, весь белый, и плачет. Неужто ты и есть тот самый призрак по имени Владок? Спрашивает Иржи. Я и есть. Так что ж ты мне жить по ночам не даешь? Да ты тут ни при чем, обиделся Владок. Ищу я изумрудную брошь, что в наследство от деда осталось. Как мне с дедушкой в другом мире встретиться, если я и дом его в карты проиграл, и брошь потерял. Сказал, и в воздухе растворился, будто и не было его. Дедушка, дедочек, деда, есть в Чехии гора под названием Прадед. Легенды говорят, что неподалеку от той горы собираются ведьмы. Ага, думает Иржи. Да он и не злой совсем, призрак этот. Не буду больше кочергой махать. Пусть ищет. Да и я поищу. Найду, продам. И деньги знатному пану за дом отдам. Но как не искал Иржи, нигде брошь найти не мог. И вот как-то раз полез Иржи в погреб и видит, за дальней пустой бочкой из-под вина блестит что-то зеленое. Точно. Брошь. Видать, когда Владок тут пьянствовал, да и оборонил. Вот это удача, думает Иржи. Взял брошь и уже думал с ней на базар пойти, но стыдно стало. Не моя вещь. Возьму, вором стану. Вынул брошь из кармана, да и на стол положил. Наутро проснулся Иржи. Ни призрака, ни брошьки. Ну вот, теперь и мне придется уйти из дома. Без денег знатный пан дом не отдаст мне. Иржи. Собрал Иржи вещи и только двинулся к порогу. Как слышит, будто шепчет кто. Чердак. Чердак. Не иначе призрак вернулся, подумал Иржи, и полез на чердак. Залез и видит. Посередине чердака на столе стоит пыльный кувшин. Открыл его Иржи, а кувшин тот доверху с золотыми монетами наполнен. Отдал Иржи пану долг и стал жить да поживать в своем доме. Повторяем, запоминаем. Сегодня мы узнали три новых чешских слова. Дом. Дум. Дедушка. Дедочек. Привидение. Страшидло. Сказки народов мира. Сны Карлова моста. Чешские сказки.